Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня я буду вам рассказывать о нескольких регионах современной Греции. Основу нашей передачи составит Пелопоннес. Но прежде мне хотелось бы продолжить свой рассказ, в частности, вернуться к Северной Греции, к Фракии. Итак, было время, во время освободительной войны, Греция заняла практически всю Фракию, вплоть до предместий Стамбула. Но затем Греция проиграла войну в Малой Азии, и значительную часть Фракии ей пришлось отдать. И вот по договору в 1922 году Греция оставляет за собой только западную Фракию до долины реки Эврос. И, согласно договору, в этой области осталось жить определенное количество турков. И поэтому в Афракии до сих пор, по разным подсчетам, живет около 150 тысяч мусульман. Ну, а в прошлый раз мы с вами также говорили об Атике. Атику часто рассматривают вместе с современными Афинами. И, безусловно, пейзажи Атики впечатляют. Здесь, с одной стороны, к Атике относятся некоторые красивые острова, дачи, например, на которых предпочитают иметь многие греки, которые живут в Афинах. Ну, а сейчас давайте посмотрим на картинку, которая у нас характеризует уже природные пейзажи Атики. И здесь мы с вами видим, что Атика у нас характеризуется, конечно же, с одной стороны, в первую очередь, своими морскими побережьями. Также Атика находится и в гористой местности. И считается, что даже есть такие определенные экскурсии, которые предлагают открыть Атику с ее неба и ее гор, а потом спуститься к морю, к лодочной станции. И здесь уже, около моря, открывается уже другая Атика. Атика морская. Ну, тем не менее, говоря об Атике, как я и говорил, одним из символов Атики является мыс Сунион. Мыс – это одна из самых популярных достопримечательностей Атики. Она часто изображается на картинке. В прошлый раз мы этот мыс с вами видели. И, конечно, если говорить о мысе, уходящая в море скала с фундаментом античного храма и шестнадцатью сохранившимися колоннами. Вот это и есть мыс Сунион. Ну, а на картинке у нас здесь представлен монастырь Дафни, тоже одна из достопримечательностей современной Атики. Монастырь Дафни – это последнее здание на выезде из Афин по Каринской дороге. Дафни был основан в V веке на месте разрушенного храма Аполлона. Главный храм был возведен в конце XI века. И, в принципе, монастырь Дафни считается одним из самых масштабных христианских построек в современной Греции. И считается также одним из величайших памятников современной византийской культуры. Ну, и здесь мы видим на картинке вновь сокровища монастыря Дафни, хотя здесь мы видим фрагмент фрески в монастыре Дафни. Еще одна уже природная достопримечательность, которую мы можем видеть в Атике – это гора Парнита, которая у нас сейчас и появится на рисунке. Парнита – гора с дремучими лесами к северу от Афин. Национальный парк и единственное, считается, что единственное место Атики, где можно даже собирать грибы. А осенью здесь даже можно и поохотиться. И эти традиции восходят к мифологическому охотнику Ориону. Всю зиму вершина, на которой находится радиолокационная станция горы, покрыта снегом. И считается, что даже существует такое особенное развлечение – съездить на вершину, в зимний период, на вершину горы, слепить снеговика и поставить его на капот машины, а затем торжественно въехать в город, где температура зимы составляет плюс 15 градусов. На горе также есть несколько архитектурных памятников, в том числе несколько старинных часовен, из которых наиболее известна часовня Агиатриада Парнита. Конечно же, на горе, как и во многих других греческих регионах, присутствуют пещеры. И есть такая пещера и на Парните. Носят она название «Пещера Пана» с античным барельефом, который вырезан прямо в скале. Также можно увидеть хорошо сохранившуюся крепость, сторожевую крепость в Филе. Ну, а здесь монастырь, о котором мы уже с вами говорили, это монастырь Кесериане. Это считается одной из самых живописных построек. Сам монастырь стоит на склоне горы Эмитос, на противоположной от университетского компуса стороне окружной Геметской дороги. И в средние времена монастырь был центром учености, а при бургунцах, каталонцах и турках – центром местного православия. И здесь как раз большую часть жизни проводили многие афинские митрополиты. Ну, а перед вами появляется уже памятник древней Греции – Браврона, или, как ее еще иногда называют, Браврон. В древности здесь было святилище Артемиды, которое особенно почиталось в V-IV веке до н.э. Ну, и согласно легенде, Агемнон, который прогневил Артемиду, был вынужден принести в жертву свою дочь. В момент жертвоприношения богиня подменила девушку Ланьей, а дочь пристроила к себе в качестве жрицы, где она и была жрицей у варваров в Таврите. Там она руководила человеческими жертвоприношениями и чуть не отдала на заклание своего брата, ареста и его друга Пилада. Ну, а культу Артемиды посвящали афинских девочек 50 лет, где они служили ей священными танцами и шествиями. Ну, а девочек-жриц, которым было всего лишь 5-10 лет, подчеркиваю, называли медведями. Во-первых, медведица – это зверь, который символизировал Артемиду, так называемый тотемный зверь. А во-вторых, маленькие девочки в афинах носили коричневые туники. Ну, и если бы мы с вами попали в музей Браврона, то там мы бы увидели тоже большое количество статуй медведей. Ну, еще один, если мы говорим о путешествии по Атике, то в 50 километрах к северо-востоку от Афин находится Амфи Айрон. Здесь чтили героя-полубога Амфи Арая, одного из самых славных прорицателей первой греческой древности. Ну, и мне хотелось бы сказать, что существуют легенды, которые связаны с этой местностью. В частности, когда Андраст затеял поход семерых против Фиф, Амфи Арай знал, что они потерпят поражение, и никто из семерых не вернется, кроме Андраста. Но у него с Андрастом был уговор. В случае разногласий между собой слушаться Эрифилу. А как раз Эрифила, она была подкуплена. Поэтому все случилось так, как предсказывал Амфи Айрон. Рядом с Атикой находится, ну, к самому региону Атики, часто относят и некоторые живописные острова. Ну, самый близкий к Афинам остров носит название Соломин, который представляет из себя обычный дачный поселок. А вот один из самых красивых греческих островов – это остров Эгина, который тоже, в принципе, превращен частично в сеть дачных поселков. Но, тем не менее, здесь дачи уже более красивые, что называется, рангом повыше. По этому острову можно встретить немало вилл богатых греков. Ну, и это связано с тем, конечно же, с тем, что Эгила удивительно хороша. И считается, что если вы путешествуете по Афинам, вам надо обязательно посетить этот удивительный остров. Фактически, на Эгине сосредоточено множество самых разных достопримечательностей, которые восходят к временам античности. Также есть там и византийские памятники. Ну, и, конечно же, и кое-что осталось и после итальянского владычества. Ну, а первым царем Эгины был сын Зевса Иоак, который за свою праведную жизнь стал одним из трех судей в царстве мертвых. И вместе с критскими царями Радаманфом и Минусом он является одним из трех судей. Ну, и, согласно легенде, Иоак судит души европейцев. Ну, если говорить об Эгине, то и город Эгина, который является центром острова, представляет собой смесь разных построек, вот мы как раз сейчас можем и видеть, достаточно привлекательных. И, кроме того, современная Эгина известна своими фисташками, если говорить уже об острове, и большими вкусными осьминогами. Ну, а от античной Эгины времен расцвета остался так называемый палец Аполлона, восьмиметровый обломок колонны храма Аполлона. Ну, и, конечно же, остров тоже является достаточно привлекательным. И, как я говорил, вот здесь как раз мы можем видеть некоторые достопримечательности античного периода. Ну, а также, как я и говорил, на Эгине расположен и ряд византийских памятников. Ну, а сейчас перед нами появилась Коринфия. Если мы говорим о Коринфии, то это регион. Это один из регионов Пелопоннеса. Коринфия – это область по двум сторонам Истмийского перешейка. Меньшая часть находится на материке, а большая – на самом Пелопоннесе. Если говорить о самом Коринфе, то в нем сейчас проживает около 28 тысяч человек. Вот так вот великий город древности сейчас имеет достаточно скромное по масштабам современности население. О Коринфе, конечно, наверное, меньше написано в литературе. Наверное, это было связано с тем, что в этом городе было меньше известных людей, например, чем в соседних Афинах. И если говорить о том, какую же роль играл Коринф, то здесь мне хотелось бы следующее сказать. Ну, вот здесь перед нами появляется картинка с изображением памятников Коринфа. В основном все жители Коринфа занимались, если говорить по-современному, бизнесом. И считалось так, что среди прагматичных коринфян не разбогател только ленивый. Коринф представлял из себя город купцов. В том же смысле, что если мы, например, посмотрим на Спарту и назовем ее, например, городом воинов. Коринф фактически не был Микенским царством, поэтому и своих известных мифов у Коринфа нет. Но, тем не менее, если мы говорим о 7-6 веке до нашей эры, то в это время Коринф был даже больше и богаче самих Афин. Сама Коринфская равнина была достаточно урожайной. Поэтому там собирался большой урожай оливок. Ну, а в городе делали известную на весь античный мир коринфскую керамику. Ну, конечно, главными богатствами Коринфа были его два порта. Это Лехион и Кехреи. Первый находился в Ионическом море, а второй в Игейском. Ну, и через сам Коринф шла вся торговля между Западом и Востоком Греции. А заодно и львиная доля всей, всего товара оборота между Западом и Востоком. В Пелопонезскую войну Коринф поддерживал Спарту. Ну, фактически считается так, что именно он ради своих торговых интересов столкнул два самых сильных города Греции. Да, Афины и Спарту. Но, тем не менее, если мы посмотрим на следующую историю Коринфа, то от этого он, конечно, вряд ли, можно сказать, что много выиграл. Греки ослабли. И затем, конечно, идет период, о котором я рассказывал, когда фактически все греческие города потихоньку утрачивают свое могущество. Ну, в частности, можно выделить Коринфскую войну в IV веке до н.э. Потом его даже в мирные времена из своих рук не выпускали македонцы, где гарнизон стоял в войск с 338 по 256 года. Конечно, в Коринфе сохранилось достаточно большое количество достопримечательностей. Среди них можно выделить центральную площадь, где находится агора, либо форум. Ну, и также можно выделить комплекс развалин храма Аполлона. Ну, и здесь у нас появляется акро Коринф на картинке. Это акрополь Коринфа на плоской горной вершине, к югу от развалин города. Отвесная скала с естественным источником воды на вершине, которая окружена стеной длиной аж 3 км и была абсолютно неприступна. А к единственному более пологому входу на вершине скалы ведет асфальтовая дорожка. С этой стороны акро Коринф защищен двойным поясом стен и башен. Ну, тем не менее, значительная часть стен – это уже турецкие переделки. Ну, тем не менее, некоторые стены сохранились еще с античности. Ну, а среди других достопримечательностей Коринфа можно выделить также источник Верхняя Пейрена, который вообще представляет собой источник с пресной водой. И благодаря наличию пресной воды, конечно же, акро Коринф мог выдержать любую осаду. Ну, и сейчас перед нами появляется изображение города Лутраки. Современное население его составляет 7 тысяч человек. И Лутраки, можно сказать, входит в область Коринфи. Итак, что же в переводе с греческого означает «Лутраки»? Ну, в первую очередь, мы уже из картинки видим достаточно красивый пейзаж, и, безусловно, к Лутраке имеется определенный туристический интерес. А в переводе с греческого «Лутраки» означает «банька». Здесь можно искупаться в море на прекрасном пляже с идеальным дном. Также недалеко находится слабосоленое озеро в Улагмене, и находятся еще источники с целебной минеральной водой. Если говорить о 30-х годах, когда в бедной Греции туризм был развит относительно слабо, то уже в это время Лутраки являлся достаточно крупным курортом. И до сих пор, пройдясь по этому городу, можно увидеть некоторые провинциальные гостиницы, которые сохранились еще с тех времен. Ну, а большая часть Лутраки – это бесконечная мощеная набережная, которая тянется над пляжем. Ну, и давайте еще раз обратим внимание на этот красивый курортный городок, который, кроме того, заканчивается развалинами древнего Гериона – святилища Геры Акрея. Ну, и вновь еще одно из изображений, которое характеризует, да, вот мы видим вид с Лутраки на море. Ну, а сейчас мне хотелось бы продолжить свой разговор и, пожалуй, поговорить об одном из самых красивых городов современной Греции, о Навплеоне. Пожалуй, по красоте с этим городом может поспорить только столицы некоторых островов, например, столица острова Корфу. Неспроста, а в течение нескольких лет, Навплеон был столицей греческого государства. Навплеон, как мы видим, действительно красивый и изысканный город. И считается действительно, что Навплеон – это один, пожалуй, самый красивый город на греческом материке. Ну, сам Навплеон уже расположен в другой греческой области, области Арголита, которая считается древнейшим очагом цивилизации Греции и Европы. Именно здесь древнейшая критская цивилизация вышла на материк. Здесь также находится множество памятников античной древности, среди которых Микены, Теринф, Медея и многие-многие другие. Ну что же, давайте теперь вернемся к Навплеону. С одной стороны, конечно, если мы говорим об этом городе, который в свое время даже соперничал за право быть столицей с Афинами, то по населению, конечно, этот город достаточно скромный. Сейчас в нем проживает всего лишь 12 тысяч человек. Ну, тем не менее, как я говорил, что город – это один из самых красивых. Здесь, как считается, что между античностью и современностью не пролегала пустота. Город сохранил фактически все стили, которые были у него. Да, с одной стороны, мы можем видеть множество античных памятников. Кроме того, фактически мы Навплеон можем представить как итальянский город, город, в котором присутствуют греческие и итальянские мотивы, находящиеся с небольшим оттенком Турции. То есть здесь представлены, удалось сохранить практически все памятники, которые были на этой территории. Ну, а если говорить об истории города, то считается, что город назван по имени своего основателя, сына Посейдона Навплея. Ну, и сам сын самого Навплея, Паламет, участвовал во главе отряда сограждан в Троянской войне и считался среди греков большим выдумщиком. Он изобрел единицы мера и веса, способы навигации и многое-многое другое. Ну, а около 625 года до нашей эры Навплеон перестает быть самостоятельным городом-государством, и всю античность являлся гаванью Аркаса. Ну, а после раздела Греции крестоносцами четвертого крестового похода Навплеон попал в состав афинского герцогства бургунца Ото Делароша. В 1388 году город покупают венецианцы, и венецианской собственностью город остается до 1539 года, пока его не берут турки. При турках в Навплеоне была столица провинции Мареи. Ну, а в 1770 году город оказывается в составе временных русских владений, которые образовались в результате похода в Эгейское море к эскадре графа Орлова. Ну, и в 1821-1822 годах, после 12 месяцев, более 12 месяцев, восставшие греки осаждали укрепившихся в городе турок. Ну, а когда его взяли, соответственно, начали воевать друг с другом за власть. Ну, и англичане и французы затем управляют городом до 1828 года. И вот в этом году Навплеон становится столицей Греции. Ну, а затем, уже в 1833 году, он теряет это право, и столицей Греции становятся Афины. В Навплеоне есть три крепости. И вот первая крепость у нас уже появилась на экране. Она называется Бурдзи. Символ города являются Бурдзи, или, как ее еще иногда называют, Костели Пасквалика. Эта крепость, как мы видим, она построена на маленьком островке. Вот как раз на картинке видно. Остров называется тоже Бурдзи. В 1471 году. И, конечно же, когда вы попадаете в Навплеон, то можно наслаждаться видом на крепость. А с другой стороны, мы даже вот уже из картинки видим, здесь вот представлен Аргосский залив, и мягкие, тут вот, к сожалению, не видно, очертания гор. Ну, и здесь вот более четко видна сама крепость, которая, как я еще раз хочу отметить, была построена в 1471 году. Кроме того, есть в Навплеоне и другие крепости, в частности, на низком холме над городом стоит еще одна крепость, которая называется Акранавплия. Ну, и третья крепость, которая тоже сейчас появится на нашем экране, называется Паламития. Эта крепость самая новая и самая высокая. Ее построил Лассаль в период второго венецианского владычества. Ну, затем пушки и порох сделали крепости совершенно бесполезными. Ну, и даже существует такая греческая легенда, но многие ее считают несправедливой, что сам основатель крепости помог взять ее, показав туркам планы крепости. Ну, и давайте вновь посмотрим на фотографии крепостей Навплеона. Вот они здесь перед вами. Как мы видим, действительно, они очень привлекательны для туристов и находятся в необычном месте. Ну, а сам город Навплеон считается, что он устроен по-итальянски. В нем ясно прослеживается главная улица, которая упирается в другую улицу. Также можно видеть здание в городе Навплеоне венецианского гарнизона, в котором сейчас находится археологический музей. Еще раз повторю, что он находится в зданиях венецианского гарнизона и арсенала. Ну, и говоря о достопримечательностях этого города, также можно сказать, что в нем присутствует как православная церковь, так там и есть и католическая церковь. Эта церковь успела побывать и под властью мусульман, и под властью Византии. Кроме того, можно также увидеть в Навплеоне и археологический музей, в котором присутствуют ценные находки из Акрополя и некоторые другие весьма примечательные экспонаты. Ну, и еще раз мы полюбуемся достопримечательностями Навплеона, которые у нас здесь представлены. Мы видим, опять-таки, крепости. Которые фактически стали символами города. Ну, и перед нами сейчас появляется древний Теринф. Теринф по значению был вторым городом после Мекен. И считается, что, пожалуй, даже он и более древний. Отсюда царь Еврисфей посылал Геракла на подвиги. И сюда Геракл постоянно возвращался с новым трофеем. Ну, с дороги сами цитадели Теринфа выглядят достаточно внушительно. Ну, и даже, например, по сравнению с Мекенами. Это связано с тем, что, скорее всего, что в Мекенах они находятся в горной местности, а здесь они стоят на холме. А здесь, значит, с одной стороны горная местность, поэтому они в Мекенах, а в Теринфе они стоят на равнине. И поэтому, действительно, здесь внушительность как бы подчеркивается. Конечно, в Теринфе очень много достопримечательностей, которые сохланились с периода античности. Ну, и сохранились памятники в относительно нормальном состоянии. Это связано с тем, что, наверное, мы видим здесь, что фактически памятники были сложены из огромных глыб, которые просто человек не мог разрушить. Длина стен по периметру составляла аж 300 метров, а толщина нижних стен около 7 метров, а стен верхней цитадели от 5 до 11 метров. И вот самые крупные камни, из которых были сделаны постройки, они имели вес около 14 тонн. Ну, нынешняя высота укреплений, конечно же, менее значительна. Считается, что, например, в Мекенский период эта высота была вдвое выше. Ну, это связано с тем, что верхние камни просто-напросто осыпались. Ну, и если мы говорим о Теринфе, то в первую очередь, конечно же, Теринф – это представитель Мекенской архитектуры, которая была, конечно же, оборонительной. И вот Теринф, который являлся одним из Мекенских центров, как раз вот принципы крепостного строительства считаются лучше всего, прослеживаются именно здесь. Максимальная высота Теринфа составляет 7,5-10 метров. Хотя, как я уже и говорил, крепостные стены, и вообще вот здесь мы видим развалины Теринфа, были значительно выше. В достопамятные времена значение Теринфа было трудно переоценить. Эта крепость защищала равнину Аргаса от набегов морских пиратов. С одной стороны. А с другой стороны, играла важную роль в международной торговле Мекенской Греции. Ну, и поэтому сама цитадель Теринфа была сооружена достаточно основательна. Желтоватые камни крепостных стен сливаются с гребнями скалистого холма. Но если мы к ним приблизимся, вырисовываются гигантские, необработанные глыбы известняка. Некоторые, как я говорил, весят до 14 тонн. Камни держатся друг на друге без какой-либо цементирующей смеси. И лишь держатся они только за счет своей тяжести. Ну, а промежутки между ними забутованы мелкими камнями. Сама толщина стен Теринфа, она превышала 4,5 метра. Ну, а там, где внутри стен были сооружены, например, казематы и галереи, она могла достигать даже 17 метров. Ну, в настоящее время происходит реконструкция Теринфа. И, в принципе, конечно же, Теринф, в первую очередь, конечно, его красивый внешний вид, он особенно интересен, когда рассматриваешь Теринф снаружи. Ну, а следующее, что мы здесь видим, это пирамиды Элиника. Эти пирамиды находятся рядом с деревней, которая носит такое же название Элиника. Любопытные сооружения, которые большинство исследователей тоже относят к мекенским временам. Точное предназначение этих пирамид до сих пор неизвестно. Ранее считалось, что на самом деле они представляют собой гробницы, которые построены наподобие египетских пирамид. Но позже появились и другие версии. Например, возможно, это были наблюдательные пункты. Пирамиды были расположены на вершинах холмов, а оттуда, соответственно, открывались замечательные перспективы, и были видны все основные укрепления и города Аргосской равнины. Ну и действительно, если вы посетите эти пирамиды, то вы сможете видеть виды Аргос и Мекен и возможные направления нападения потенциальных противников. Ну и пирамиды Греции упоминались и у Павсани в его описании и Лады. Ну, так как у нас время достаточно ограничено, описание это я зачитывать не буду. Ну, а сейчас перед нами появляется Аргос. Здесь мне хотелось бы сказать следующее, что Аргос из себя представляет скорее всего даже из картинки мы видим, что это больше похоже на сельскую местность, чем на самом деле на город. И действительно, считается, что он как раз полностью противоположен Навплеону, городу изысканному, а здесь скорее это вот такой сельский город, но все-таки город. Население Аргоса составляет 22 тысячи человек. И если говорить о том, чем же знаменит Аргос, в первую очередь считается, что это самый старый город с непрерывным населением Европы. Так что вот чем достопримечательен Аргос. Сам, конечно же, город синоним первой греческой древности, но, к сожалению, не все памятники сохранились достаточно хорошо. И мы видим, что памятники у нас соседствуют с полями и со всякими разнообразными сельскими прелестями. У Аргоса было два акрополя. Один стоял на холме, а Спис, а второй на холме Лариса. Кроме того, в этом городе находится археологический музей. где можно увидеть среди основных изделий это искусная раннеэладская керамика. Ну, и еще один памятник, о котором мне хотелось бы вам рассказать, тоже известный на весь мир, это Микены. И вот здесь на картинке он у нас появляется. Иногда его называют древние Микены. Гомер называл Микены златобильными и крепко сданными. Ну, если говорить более подробно о Микенах, здесь бы мне хотелось отметить следующее. Ну, во-первых, даже и саму область Арголида иногда очень часто называют Арголида Микенская. Само начало Микенской цивилизации связывают с XVI веком до нашей эры. Эта цивилизация появляется на исторической сцене после культурного упадка периодов XXII и XVII веков до нашей эры. Ну, а периодом расцвета принято считать XIV и XIII века. Именно в этот период были и построены многие античные, сейчас известные на весь мир памятники Арголиты. Такие, как, например, памятники в Микенах, Теринфе и в некоторых других. Ну, а самым, конечно же, известным центром являлся город Микены, который мы здесь и видим на картинке. Ну, и, конечно, если вы посетите Микены на данный момент, то в первую очередь, мы, наверное, увидим остатки самых разных достопримечательностей. В первую очередь, это остатки жилищ Микенцев, расположенные за пределами укрепления, толосовые гробницы, которые в округе Микен можно насчитать более десятка. Ну, и если говорить вообще о Микенах, то в Микенах также остался царский замок и царские гробницы, которые датируются 15-13 веками до нашей эры. Вот мы сейчас можем увидеть Микены с высоты птичьего полета. И Микенский акрополь сам окружен стенами, которые древние греки называли циклофическими. Ну, и считалось, что человек такие стены построить, ну, просто-напросто не может. И строительство этих стен приписывали циклопам. Ну, и возвращаясь к Микенам, вновь мы видим Микен из птичьего полета, мне хотелось бы отметить, что среди особых достопримечательностей можно выделить сокровищницу Атрея. Это одна из самых грандиозных сокровищниц. Это представитель Толосовых могил, которые представляют из себя насыпной курган, ведущий внутрь коридор, тромос, монументальный вход стамион и просторная внутренняя камера с высоким сводчатым потолком. Ну, а если говорить о могиле Атрея, то считается, что это выдающийся памятник о сокровищницах Атрея, то это выдающийся памятник Меккенской эпохи, который был построен примерно в 1250 году до нашей эры. Ну, и в описаниях, например, того же можно встретить, например, в описаниях Меккен тоже встретить описание так называемой могилы Атрея. Ну, а кроме сокровищницы Атрея, также достаточно известно, и она находится в относительной близости от Меккен сокровищница Клитемнестре, которая была предположительно построена на 30 лет позже сокровищницы Атрея. Ну, а Меккены из себя представляли, конечно же, типичный пример характерного для Греции укрепленного поселения на вершине холма, дворец цитадель и городок Акрополь. Ну, и, конечно, было выбрано идеальное место, холм, на котором и расположились Меккены. Город был сооружен на скалистом холме, который имел высоту 280 метров над уровнем моря, в северной части плодородной Аргосской равнины, в 15 километрах от берега моря, а севера Меккены защищены от холодных ветров горой Святого Ильи. Территория Меккенского Акрополя составляет 30 тысяч квадратных метров, а периметр стены 900 метров. Ну, и, конечно же, Меккены являются одним из самых ярких памятников современной Греции. Ну, а в следующий раз мы продолжим путешествовать по Греции. И, конечно же, Греция у нас славится не только как центр туризма, но и как достаточно крупная сельскохозяйственная страна. Хотя, если говорить более точно, то это индустриально-аграрная страна. И, конечно же, Греция известна и своими фруктами. Вот, и мы поговорим о некоторых областях, где сельское хозяйство играет также важную роль наряду с туризмом. И там как раз некоторые регионы Греции славятся своими большими урожаями цитрусовых, а некоторые области Греции славятся также своими яблоками. Ну, а на сегодня моя передача подходит к концу. В следующий раз я вам продолжу рассказ о Греции, и мы побываем в некоторых других регионах. Мы поговорим еще об одном памятнике, об эпидавре, вот как раз он появился на картинке, и о некоторых других достопримечательностях. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok